Виталий Сундаков Организатор и руководитель экспедиций в Индонезию, джунгли Амазонии, необитаемые острова, пустыню Атакама. Действительный член Русского географического общества. Основатель и руководитель Первой отечественной школы выживания. Действительный член Международной академии проблем сохранения жизни. Президент фонда русских экспедиций и путешествий. Виталий, насколько мне известно, это даже не все регалии, которыми вы обладаете, а дотошные журналисты обозвали человека, который присутствует у нас в студии, такими эпитетами, как Человек-Глобуса, Подмосковный Миклуха Маклай, Последний Крестоносец, Академик Джинсах и много-много других. Скажите, пожалуйста, а как вы, коротко, могли бы сказать, кто вы есть? Да, наверное, короче всего, профессиональный путешественник. Я однажды имел смелость присвоить себе такую профессию, потому что она была вне закона во все времена у нас в стране, и с некоторых пор это стало возможно. Потому что в других цивилизованных странах такая профессия существует, и она популярна, пользуется авторитетом и востребуема обществом. А слагаемые все эпитеты, которые прозвучали здесь, это, очевидно, слагаемые этой профессии, потому что она многограммная и требует от исследователя и путешественника наличия этих навыков и знаний, которые делают его жизнь и работу эффективной. Но и одно из, так сказать, эпитетов, в том числе и профессиональный авантюрист. Как вы относитесь к этому? Нормально, на самом деле, я к этому отношусь, потому что, если мы эти малые слова посмотрим, то авантюрист – это искатель приключений, аванси, да, приключения. У нас такая подмена произошла в стране, и очень часто слово «авантюрист» подменяется словом «авантюрист», ой, «аферист» понятие. Так вот, авантюрист и аферист – это разные вещи. Да, если в деле, которое ты делаешь, есть громадная доля риска, и дело во многом может быть обречено на провал, то, очевидно, это авантюра. А поскольку мои экспедиции очень часто сопряжены с риском и неизвестен исход цели, будет ли цель достигнута, то, очевидно, это авантюра, потому что человек рискует здоровьем, деньгами, временем и прочим. Скажите, а вот во время ваших экспедиций, и в том числе в, так сказать, колыбельной цивилизации, как вы там представляетесь? Появляясь внутри этих племен. Вы знаете, все эти регалии – это же социальные такие статусы, которые необходимы. Вот к нам приходит человек, любой, в гости, на работу, и говорит, слушай, а кто это такой? Ведь это не имеется в виду, что это мужчина средних лет, и не имеется в виду, что это вот Иван Петров. А сразу нужен социальный статус. Если отсутствует какой-то, то тогда говорят, это муж там, или это друг того-то, или это человек, который разбирается в том-то, ну и так далее. И от этих социальных статусов в нашем обществе просто зависит целый ряд степеней свободы, возможностей решения тех или иных задач. Вы знаете, когда организовал первую школу выживания в России, да, то, естественно, это школа, и поэтому этим занимался комитет по народному образованию. И мне там задали естественный вопрос чиновники от образования. Простите, а какое право вы имеете открывать эту школу и преподавать? Это презумпция народного образования. В частности, такие предметы, как рукопашный бой, экстремальное вождение автомобиля, сложные климатогеографические зоны, психология, педагогика, там, как сфера риска и так далее, и так далее. Биолокация, экстремальное вождение автомобиля. И мне пригодились вот те самые статуты, которые были. Выживание в сложных климатогеографических зонах, я действительно член русского географического общества. Биолокация, да, я член ассоциации биолокации. Там экстремальное вождение автомобиля, инструктор, водитель-испытатель. самообороны, инструктор по рукопашному бою и так далее, и так далее педагогика, работа с детьми высшее образование филфак, педын, информационная защита высшее образование, журуфак, МГУ и все эти статусы они начинали работать и являлись в то время доказательством того, что я могу это осуществлять имею на это право, я дипломирован сертифицирован и так далее вот, а там как бы ты ни представлялся называть и определять твое место в иерархии, там, племени или народности, или сообщества какого-то будут эти люди и они тебе дадут и имя, и прозвище и определят твой социальный статус да, конечно в разных племенах разные, в зависимости от того чем я их удивлял, чему учил что у меня получалось, из чего начиналось мое взаимоотношение вместе с ними могли звать на первом этапе предположим, там, напи, да, чужеземец потом это становилось, там, например, шоури да, это друг потом брат, потом воин потом и так далее в зависимости от того, что ты делал и к этому, естественно, прибавлялось помните, как у нас книжечки, когда мы читали там, Харка, сын вождя, видящий в ночи убившийся медведей, там, и так далее и все время по мере твоих действий и деятельности в этом сообществе или племени тебе присваивались определенные статусы которые мне, конечно, ближе и приятнее а самый дорогой статус, который, так сказать, может быть, гордитесь внутренне? пожалуй, вот то, что переводится как брат да, потому что это многого стоит в тех сообществах это стоит очень много спасибо большое, уважаемые телезрители мы работаем в прямом эфире сегодня в нашей студии Виталий Сундаков вы можете поучаствовать в нашем разговоре телефон в нашей студии прежний 572-66-28 575-9494 давайте посмотрим наш следующий видеосюжет охота к перемене мест появилась у Виталия Сундакова еще в детстве так что в 12 лет он был поставлен на учет в детской комнате милиции однако это не помешало ему закончить впоследствии филологический факультет Николаевского пединститута и факультет журналистики Московского государственного университета одновременно участвуя в экспедициях то к каннибалам Ирианджан то к племенам Яномами пройти по рекам севера и по бескрайним пустыням Чили побывать в Непале, Бутане, Тибете а эти документальные кадры сняты в Папуа Новой Гвинеи Виталий, где-то пару лет назад Комсомолка вышла с таким ошеломляющим, можно сказать у них есть такая рубрика люди, которые нас удивили и вот на первой полосе у вас было такое неплохое соседство Ельцин, вы и, по-моему, Саддам Хусейн люди, которые нас удивили скажите, чем вы удивили человечество тогда? Вы знаете, в том году у меня и состоялись эти две сенсационные для мирового сообщества экспедиции я обнаружил племена индейцев Яномами живущие в сельве Амазонии, не имеющие контакта с цивилизацией до прихода туда живущие первобытно-общинным строем в каменном веке и спустя полгода на противоположной стороне планеты племя каннибалов тоже не имеющие контакта с цивилизацией и я жил и в первом племени, и во втором был воином и охотником в обеих племенах и собрал и привез богатейший материал, исследования и научного плана, и научно-популярного Скажите, а удивлять это ваше жизненное кредо? Жизненное кредо удивляться и если я обнаруживаю нечто, что удивляет меня очень часто это удивляет и других людей потому что все просто вот стихи, написанные поэтом для любимой, нравятся всем написанные для всех, не нравятся даже любимой вот если что-то удивило меня если мне что-то понравилось и что-то полезное я оттуда привожу, то, как правило, это становится полезным и привлекательным и для других людей Спасибо Уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире Вопросы Виталию Сундакову вы можете задать позвонив в нашу студию Есть вопрос? Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста Громче, пожалуйста Значит, школа выживания и как в нее попасть? Что это такое, как в нее попасть? Спасибо, спасибо большое Спасибо за вопрос Школа выживания функционирует постоянно Вообще все, что вы слышали про школу выживания это и есть вот та самая школа выживания Виталис Там проходят занятия и для детей, и для инвалидов и для подростков, и для спецподразделений различные факультативы и спецкурсы У меня есть предложение, которое родилось сейчас Попасть туда просто Звоните сюда в редакцию Оставляйте свою фамилию и номер телефона И вам обязательно перезвонят Скажут, где находится школа В какое время вас там могут принять Или позвонить, смогут вам И пригласить вас на установочную лекцию Где ответят на все ваши вопросы Можно это делать, да? Да, конечно, можно воспользоваться нашими студийными телефонами Мы с удовольствием, так сказать, поучаствуем в этом И если, насколько я знаю, такие школы у вас где-то в 70 Не только в Москве, в 70 городах, да? В 72 территориях России существуют разные формы взаимодействия с нашей школой Или по отдельным программам Или филиалы школы выживания Или, опять же говорю, программы, реализуемые на базе Федерации детских организаций России Потому что, если, уважаемые телезрители, помнят Например, Робинзонады на необитаемых островах Которые я начал проводить с 89 года для детей и подростков Экспедиции в аномальные зоны В Москве подземные Это все были первые-первые отголоски Первые экспедиции О которых в то время еще и не решались писать Не решались показывать о них Вот, и поэтому отсюда и разные направления деятельности в школы От сугубо практических и до научно-теоретических Скажите, Виталий, вот вы перечислили очень много направлений Которых можно обучиться вот в этих, в школе выживания Есть ли что-то такое, чего вы делать не умеете? Да, конечно, Господи, наверное, множество вещей И я не перестаю удивляться больше всего Я вообще удивляюсь в жизни, хотя есть такая магическая формула Не удивляйся, не возмущайся, не отрицай И привлекает меня больше всего, например, в мужчинах профессионализм И когда я вижу, как классно люди делают свое дело Независимо от того, кто это Мясник, телемастер, оператор, ведущий, портной Я восторгаюсь всегда и думаю Боже, какой же они приспособны Вот это я, наверное, никогда бы не смог Как в детстве, помните, телемастер приходил, крышку заднюю снимал С телевизором и думаю, как же можно в этом разбираться и понимать Очень много вещей, я думаю, очень много вещей И я все время хочу приобрести новое знание Учиться, вот, пожалуй, главное кредо Учиться у людей, у зверей, у природы У профессионалов, в первую очередь, у авторов, у писателей Ковыряться в культурологических срезах Самых разных в пространстве и во времени Это, наверное, самое занятное Спасибо большое Уважаемые телезрители Вы можете звонить нам в студию Телефоны прежние 5-7-2-6-6-28 и 5-7-5-9-4-9-4 Есть вопрос, мы готовы вас выслушать Говорите, пожалуйста Здравствуйте Добрый вечер Скажите, пожалуйста, где нужно получить профессию путешественника И какими качествами нужно для этого обладать? Спасибо Спасибо большое Ну, хороший и понятный вопрос Потому что мало кто из нас не мечтал в детстве, наверное, стать путешественником Сегодня существует программа, концепция, простите за это слово Лице профессиональных путешественников Она разработана на базе Транснациональной школы выживания Виталис Пока она не востребована ни сообществом, ни администрацией Как только это будет востребовано, появится такой лицей Потому что все естественное должно делаться естественным путем Я сегодня от многих чиновников слышу вопрос А какая польза народному хозяйству от вашей деятельности? Да, сегодня все менее и менее Потому что все более и более публикаций, книг и эфиров Когда люди начинают понимать и интересоваться всем тем Что привозится из этих странств в экспедиции путешествий И в качестве эксперта путешественник может выступать По таким важным направлениям и профессиям Которых пока не существует, например, и в нашем сообществе Потому что кто много видел, тот много знает Вот я вам приведу простую формулу Ну не может быть врагом человек, которого ты не знаешь лично Вот подумайте над этими словами И путешественник знает культуру, народы, традиции, обычаи И когда он рассказывает об этом То становится очевидным, почему этого нельзя делать Почему нельзя воевать вообще с этим народом Почему нельзя внедрять вот такие-то пласты культуры в сознание вот такой-то аудитории Почему эти люди не интересуются одним и интересуются другим И так далее Он не может быть универсальным путешественником Прямо вот в ЮНЕСКО посадили трех путешественников И они про все рассказывают Нет, конечно, они должны специализироваться в определенной тематике В зависимости от навыков и знаний, которыми они обладают И от региона, который они обслуживают На котором они работают И вторая часть вопроса Какими качествами необходимо обладать, чтобы стать профессиональным путешественником Я почему улыбнулся Этот вопрос часто задают, особенно дети Однажды в Артеке, после моей лекции, ко мне подошел пионер и говорит Мне нравится ездить по разным странам Что нужно знать и уметь для того, чтобы стать путешественником Я говорю, записывайте, сударь И начал ему диктовать Какими качествами нужно обладать, что нужно уметь делать Знать доброчебную помощь, самооборону Вводить все виды транспорта Запрячь любое ездовое животное Начиная от таких простейших вещей Организация жилища, вододобыча Добыча огня, ориентирование на местности Временные жилища, традиции культуры Языки, компьютер, фотодело, видеодело и так далее Подводная спелеология, альпинизм Минут через семь, когда я обернулся, то я обнаружил, что пионера уже нет Сзади меня, не знаю, у него кончилось время, блокнот, чернила Или желание стать профессиональным путешественником Это профессия, она требует очень конкретных знаний Без которых ты не можешь состояться По той причине, что ты, во-первых, мало того, что ты должен организовать свою экспедицию Она должна иметь цель ярко выраженную Ты должен добраться до этого места Ты должен найти, увидеть, понять и сделать это достоянием других Вот от того, сколько задач перед тобой стоит Каждая, соответственно, требует от тебя тех или иных навыков и знаний И не значит, что я всеми этими знаниями и навыками обладаю сполна Но тогда, когда я не могу осуществить экспедицию в одиночку И она будет менее эффективна Я привлекаю специалистов из самых разных сфер Это может быть профессиональный врач, профессиональный оператор И человек, который необходим для того, чтобы я или добрался в это место Или вернулся из этого путешествия Скажите, а вот как часто ваше путешествие, наверняка не связано с опасностью Вот был риск вообще для жизни Да Скажем так, самое опасное путешествие По-конкретнее Ой, это такой непростой вопрос на самом деле Потому что ответ на него тоже простой Пройденная опасность безопасна И существует триединая формула безопасности, выживания и спасения Звучит она так Предвидеть по возможности избегать при необходимости действовать Что такое опасность? Вот старушка в гололед из подъезда дома вышла Для нее же экстремальная ситуация И очень опасная для ее жизни и здоровья А там, не знаю, охотник хант идет по тундре Пурга, он под снегом остался Три дня там провел, пробил наст и вернулся Это штатная ситуация, говоря языком военной терминологии Поэтому вот отсюда и вопрос Что значит опасно и что значит не опасно И потом Было много ситуаций, когда я понимал, что это было опасным После того, как ситуация уже прошла Но я, несмотря на то, что меня правомирно называют авантюристом Тем не менее стремлюсь готовиться К то или иному путешествию, экспедиции, выезжу или дел И вооружаю себя максимальными навыками и знаниями И снаряжением, экипировкой и всеми прочими необходимыми Об этом мы еще сейчас поговорим Но есть вопрос в студии, мы готовы его выслушать Говорите, пожалуйста Здравствуйте Здравствуйте У меня вот такой вопрос к вам Ведь каннибализм еще помимо чистого туристического интереса Это огромная анти-социальная проблема Понятно? Ну... Извините, я гребил Ваша судьба вот этих вот замечательных каннибалов И не возникло ли у кого-то охота заняться всерьез Вот с такими вещами в нашем деле То есть ЮНЕСКО, ООН тоже там Познать под контроль и так далее Да, спасибо, я понял вопрос На самом деле речь идет о другом каннибализме Вернее, мы с вами зачастую воспринимаем каннибализм Совершенно иначе, чем он существует Да, и вот одна из научных версий работ моих Сделанных изнутри Как раз и приоткрывает понятийные пласты над каннибализмом Каннибал Существует целый ряд переводов Я не хочу углубиться в эту науку Но хочу сказать самое важное Что каннибализм это мера безопасности племени Что каннибалы едят людей не потому, что это вкусно Угодно богам или приятно Она как раз наоборот, потому что это отвратительно Ужасно и даже богов повергает в ужас И каннибализм, мы можем называть племя каннибалами Хотя они осматы, они лани и так далее Потому что такая практика существовала и существует Как бы в племени Но на самом деле, если нет рецидива Необходимости напугать, застращать Создать информацию о том, что они страшные, ужасные и кровожадные Акты каннибализма не произойдет Произошел акт каннибализма Стало это достоянием общественности Откуда мы вообще узнали, что они каннибал? Как откуда? Вот они двоих художественно-литературный прием Оправданный, вернее действительный Поймали двоих людей Начали их пытать, стращать, пугать Готовить к смерти Одного убили, начали поедать Второму удалось убежать Они за ним гнались И он вот рассказал какие-нибудь... Да, вы же прекрасно понимаете, что убежать от индейца Или папуаса в джунглях невозможно Невозможно Он никогда этого не допустит И у вас это никогда не получится Поэтому делается все для того, чтобы убежали И эта информация стала информацией сообщества И территория объявляется национальным заповедником Без права посещения Как это было в Папуа-Новой Гвинеи Когда там, допустим, убили и съели Майкла Рокфеллера Члена финансовой династии американской Или спустя какое-то время Двух миссионеров Вот после этих миссионеров Я как раз отправился на эту территорию И как видите, жив здоров и не надкусан даже Потому что нужно понимать Зачем ты туда отправляешься Представляешь ли ты для них угрозу Что такое угроза для них вообще И так далее, и так далее То есть целый ряд вопросов Поэтому каннибализм это не гурман Не дань каким-то гурманским наклонностям Это больная психика у людей Которые воспринимают каннибализм Как пища, поедание человека Или там эгроканнибализм В племенах Яномами Когда они сжигают своих родных и близких Умерших И потом пепел мешают Например, с банановой кашей И поедают Считая, что хоронить своих близких Нужно внутри себя Но недостаток кальция Таким образом, может быть, они восполняют Помимо Теосовской Скажите, а у вас результат этой экспедиции Если уже мы заговорили о каннибалах Ну, в общем, скажем так, для науки Какой он был? Прошло два года, да? Да, ну, существуют у меня монографии Существуют у меня работы Существуют доклады В русском географическом университете И так далее Но, когда мы говорим о науке Мы должны понять О чем мы О какой науке мы говорим О чем мы вообще говорим Вот такой частный пример Интересный Значит, после того, как я был племенем В племени Яномами И вернулся на родину Пресс-конференция была Много об этом писали Рассказывали масс-медиа Отечественные и зарубежные И звоночек дома И представился человек Кандидатом наук Или доктором наук Значит, Яномамоведом Так называемым И говорит Вот в одном из своих выступлений Вы сказали, что у них Вот так-то и так-то На самом деле не так, а вот так Я говорю Простите, нет Я все правильно сказал И я это сказал Как воин этого племени Я там был Я там жил Я был одним из них Я был их братом И поэтому я знаю Вы-то были там? Он говорит Нет, мне для этого не надо было туда ездить Вообще я не был за границей Но я этим занимаюсь всю жизнь Я говорю Вы должны прийти ко мне домой И умолять вообще Найти меня время На то, чтобы пообщаться с вами Рассказать, показать Дать, поддержать Ответить на все вопросы Если это ваша профессия Откуда такой вот гонор? Я доктор наук Я говорю Ну, в таком случае я академик Это мое действительное звание Действительный член академии Международных проблем Сохранения жизни Тогда коллега говорю Учитесь Вот у академика Если вы не хотите Слушать воина-иноман Ну, человек бросил трубку И не появился И мне очень жаль Что человек потратил Всю свою жизнь Для продвижения к этой цели Якобы, да? И вот не воспользовался Уникальной возможностью Получить действительно Достоверные знания Вот скажите После экспедиции Кроме фото, кино, материалов Вы приводите И, конечно, экспонаты Да, обязательно Вот они Вот вы захватили Тут в нашей студии Расскажите очень коротко Если можно О них И вот какова может быть Дальнейшая судьба Ну, экспонатов На самом деле По тысячам Да? Экспонаты все Чрезвычайно уникальны Уникальны они Не материальной стоимостью своей Да? Потому что отдельные экспонаты Можно выбросить за порог И никто их не поднимет никогда Не зная личной истории Этих предметов Каждый предмет Имеет Удивительную И длинную историю Это прежде всего Во-вторых У людей появляется Возможность Взять это в руки Я не говорю О энергетике Да? Хотя это отдельная тема Разговора Есть там меч Предположим Который Если я повесил У себя в доме То птицы на крышу Перестают садиться Какие-то иные вещи Вот например Каменный топор Да? Мы видели это На картинках В кино Вот перевязанный Там какими-то Вот так вот Именно выглядит Настоящий каменный топор Это топор Из каменного века Это боевой топор Существует еще Топоры рабочие Этот камень Обсидиан Кто знает Тот знает Что это самый крепкий камень Существует история Этого каменного топора Да? Появление его Вообще у меня И камень Представляет из себя Большую ценность И передается Из семьи в семью Из поколения в поколение А у картка Делается всякий раз Новое По мере необходимости И поэтому существует Еще и история Каждого отдельного камня Все это находится В разных местах Все эти экспозиции Находятся Большая часть у меня Дома А остальные В разных местах Рассованный вопрос Об организации Музея русских Экспедиций И путешествий А такового Не поднимался Никогда Он висит Я обсуждал этот вопрос Юрием Михайловичем Лужком Он горячо поддержал Эту инициативу Написал соответствующую бумагу Но все это Утонуло в фонде По недвижимости И времени у меня Этим заниматься Просто не было И бумажные джунгли Мне преодолеть Пока не удалось Не удалось И время жалко И опять же Может быть Время не пришло Хотя за рубежом Просят организовать Такой музей Поскольку в нем Есть не только Целый ряд Богатых экспозиций А Инновации Культурологические Это может быть Вообще Новым словом В культурологии В культуре И мне очень хочется Чтобы это было В России И еще больше Мне хочется Чтобы это было В Москве Поэтому от тех предложений Я отказываюсь Естественно А для того Чтобы это реализовалось Здесь в Москве Нужна территория Земля Прежде всего Нужна эта Потому что Внешние экспозиции Елены еще существовать должны Это например Жилище колыбельных цивилизаций Представляете Если мы можем С вами прийти И посмотреть Чум, Вигвам, Шабона Топите, Ярангу И так далее И все это будет стоять здесь И все это будет доступным Начиная с такой Внешней экспозиции Детиниц Для того чтобы дети Могли туда приходить И учиться славянским играм И вот планы, проекты Чертежи, схемы Видения этого Все это существует Как только найдется Или администрация какая-то Или конкретный человек Или бизнесмены Хотя менее всего В этой ситуации Нужны деньги Более всего нужны Административная помощь То есть территория земли Где бы это могло реализоваться Ну есть разного рода предложения Но они или слабые Или несерьезные Поэтому это обсуждают Спасибо большое В связи с этим Мы подготовили Тоже видеосюжет Давайте его посмотрим Результат многочисленных экспедиций Виталия Сундакова Не только уникальные кино И фотоматериалы Но и многочисленные экспонаты Которые достойны музея Ну скажем Где вы могли бы увидеть Настоящий каменный топор Или уникальную коллекцию Ритуальных масок И тотемных фигур Или копье Племени каннибалов Которым закалывается жертва Или предметы быта охотников Уже несколько лет Виталий Сундаков Вынашивает идею Создания музея Экспедиций и путешествий Виталий, скажите А какой вот Самый ценный экспонат Который по каким-то причинам Не попал Вот в вашу коллекцию В ваше собрание И о нем может быть жалеете Даже есть такое Ну самый ценный Трудно сказать Но масса экспонатов Которые не попали Вот в эту коллекцию И почему И почему Ну во-первых Самое большое Их некуда было втащить И негде было демонстрировать Они бы просто разрушились Другая климатогеографическая среда Влажность другая Температурные условия Жаль было его привозить сюда И затем потерять его Для всех Ну например Самые удивительные экспонаты Например Там на Кубе Мне дарили Шестиметрового крокодила-людоеда С огромной историей Мумию Чучело Куда Или индейцы Трех с половиной метровый Тотемный Удивительная работа Столб Древний Окультовый Куда Например Существуют Окультные вещи Очень серьезные Окультные вещи Которые я никогда не решусь Втащить В дом В котором я живу И поэтому Это должно В особых условиях Особой энергетикой Особой энергетикой Есть способы Сделать этот предмет Нейтральным Нейтральным Безвредным Да Но для этого Нужна территория Для этого Нужно пространство Потому что Даже подойти к нему Подходя к нему Ты испытываешь Волны ужаса Если этот предмет Мазался кровью Ему Жертвенно Еще и человеческое Выполняли определенные ритуалы Он состоит Во многом Из частей Скелета Человеческого Там и так Громадный Как бы памятник Чудовищно Интересно Чудовищно Интересно Но вот Возможности Привезти Такой не было И потом Я ведь отправляюсь Из экспедиции Мне нужно вернуться Из племени Через джунгли Это очень трудно Пробиться Потом транспорт Сначала Это маленький самолетик Двухместный Может быть Могут быть Пироги Плоты Лошади Слоны Верблюды Я не знаю Смотря из какого региона Поэтому тогда нужно Состав экспедиции Увеличивать А следовательно Стоимость на ее подготовку А следовательно Средства и так далее Вот пока Третьяковы Как бы не обнаружат Своему строению Наверное Это не Кстати Вот Майкл Рокфеллер Да Это же Сын миллионера Он собирался Открыть Похожий музей В Америке Который должен был Называться Музей примитивного Искусства И вот Погиб он Собирая экспонаты Для этого музея Как раз Вот на той территории Где я был Был убит И съеден Каннибалами Потому что Неправильно Он себя вел Выменивал Их тотемные Статуэтки Фигуры А вы получали Только в дар Только в дар Только в дар Даже обмена Никогда не допускал В этой ситуации И хочу даже предупредить Особенно на черном континенте На африканском Не стоит злоупотреблять Приобретением Приобретением Масок Там Сувениров Потому что Ну это чревато Для здоровья Существуют определенные Культы Связанные с Ну скажем так Болезнь Пересылается в предмет И предмет Выносится на продажу И продается Чтобы его вывезли Подальше Спасибо большое У нас есть вопрос Виталию Давайте выслушаем его Говорите пожалуйста Здравствуйте Здравствуйте Вы сказали Кто много видел Тот все знает Говорит Да-да-да Мы слышим вас Кто много видел Тот много знает И ваше расчет Подтверждаете это Но многие знания Растают мне в печали Не грустно ли вам На этом свете Спасибо Не грустно ли вам На этом свете Правильно вопрос Поняли От много Многие знания Многие печали Ну вы знаете Я вообще полон оптимизма Конечно Вот бывают Такие ситуации Когда кажется Ну что ж такое Неужели не видна Вся очевидность Привлекательность Целесообразность Объективность Вот этого дела Или действия Вот этих предложений Очень ярких Интересных Ведь вот посмотрите Вам это интересно Второму Третьему Пятому Нет человека Которому не было Это интересно Особенно при более Продолжительном При общении К этому Но Вот эта вот Стена Я думаю Должна под напором Времени Рухнуть Мы подластны Законом времени Но и Эти стены тоже И поэтому Если вам интересно Слушать меня Ну как же Я могу быть пессимистом И если сегодня Я общаюсь С тремя Зрителями Которые позвонили Сюда Я ни капельки Не сожалею Что это не Триста Тридцать тысяч Или миллионов Да И наоборот Испытываю особый Трепет От сегодняшнего Общения Очень откровенно Говорю Потому что Это интимное Общение Вот кабельные Сети Это очень интимное Общение Понимаете Это Кстати Кусто Начинал Свои репортажи Тоже На кабельных Сетях Во Франции Для того Чтобы можно Было войти А сейчас Его узнает Весь мир Скажите А вы суеверный Человек Ну Вот вы знаете Когда тоже Такой вопрос Задают Вы верующий Человек Например Вот можно сказать Верю А можно сказать Знаю Вот я знаю Вот я ни во что Не верю Пока я не знаю Ну вот я знаю И поэтому верю И Суеверный Этимологию слова Хотелось бы понять Да Я объяснюсь Если я не понимаю В чем может быть Мне угроза Вот в этом Или как То нет Конечно Это для меня Не угроза А определенные вещи Я знаю Просто Или это Эмпирический опыт Или это Обнаруженные знания Приобретенные Я стараюсь Тогда соблюдать То что называется Суеверие И связано с этим Это знаковая система Это определенный Отдельный разговор Очень интересный Я всегда боюсь Давать какие-то советы Или вот Обнаруживать свое Якобы полное знание В тех или иных вопросах Потому что Даже тот минимум Или максимум Который я знаю Хотелось бы передать Из уст в уста В виде собеседника Понимая Кому ты это рассказываешь И имея возможность Как минимум Оправдаться Пусть не очень удачное слово Перед теми людьми Которых раздражает Этот ответ Из-за того Что может быть Они относятся К этому предмету Иначе И они имеют На это полное право Но хотелось бы Оппонента Или человека Спрашивающего Видеть Ну наши телезрители Сегодня могут Видеть и вас И есть вопрос В студии Мы готовы вас Выслушать Говорите Да-да Да-да Говорите Я вам Я думаю Я думаю Банальный вопрос Недавно Как часто Вы находились В ситуациях Что Мы все находимся На грани жизни И смерти И ваше ощущение Что вам удалось Продолеть Эти все трудности Продолеть Понятно Оптимистичен В зоне Сражаюсь Нет Спасибо большое Есть вопрос Еще Мы готовы Выслушать Говорите Пожалуйста Алло Добрый вечер Ваше отношение К НЛО Вы встречали Не вы НЛО Спасибо Вы И спросили И ответили Ваше отношение К НЛО А вы встречали Его Да Я встречал То что называется Неопознанными Летательными Объектами И одно время Охотился За этими Чувствами И объектами И достаточно Успешно Отсюда И отношение Да Я Опять же Не верю А знаю Что это явление Имеет место быть Кстати Вот моя последняя экспедиция Я несколько дней Вернулся Из экспедиции Карельской На Онежском озере Да Первые публикации В отечественной прессе Труд, известия Правда Были НЛО Над Петрозаводском Может быть Помните И нельзя было Не написать об этом Даже в то время Потому что Сотни тысяч людей Видели Это явление И вылетело Это НЛО Из Онежского озера И вот У меня сейчас Были подлёвные Подводные Спуски На бесовом носу Онежского озера Одна из целей Этой экспедиции Это продолжение Изучения И работ Связанных С уфологией Поэтому вы верите Что оно Ну я не верю Я знаю Что это есть Как к этому Относиться У меня нет Готовых ответов Потому что Это может быть Вы знаете Опасным Ведь для нас Может быть Всё незнакомое Да И сказать Что это совершенно Безопасно Нельзя И сказать Что это опасно Абсолютно Ну я бы Вот по принципу Предвидеть По возможности Избегать Не советовал бы Пытаться Осуществить Такого рода Контакты Вот сегодня уже С позиции Сегодняшнего Сундакова Да Потому что Смотри Не советовал бы А сам Совался Да И слава богу Отделался Минимальными Ущербами И потерями Потери все таки были Ну определенного рода Да Определенного рода Скажите А какой Сувенир Презент Вы привезли Из последней Или предпоследней Экспедиции Своей жене Практикуется ли такое Что Нет Нет Вы только Привозите Что-то Вот именно Чтобы обогатить Ваши коллег Нет Просто С этой экспедиции Ну что Нечего было Привозить Кроме впечатлений Определенных Целевых Знаний И Громадного Не хотелось бы Конечно Про это Говорить Но Тяжелого Чувства Которое Я испытываю Всякий раз Отправляясь В российскую Глубинку И видя Как там Существуют Люди Скажите Пожалуйста А вот Общаясь С племенами Этими Вы говорили Что вот Вам дарят А вы Что-либо Им Вот Было Такое Понятие Как Подарить Им Что-то Передать Может быть И что Это было Да Конечно Было Особенно На первой Стадии Моих Экспедиций Путешествий Когда Мне Казалось Вот Сейчас Я Наберу Бубенчиков Паврикушек Зеркала Дарю И все Будет И мне Надарят Это Чепуха Конечно Полная Во-первых Нужно Понять И узнать С помощью Предположим Миссионеров Работающих С этими Племенами Что нужно Этим Людям Не повредит Ли самое Главное То что Ты привезешь Туда Не пустит Ли вообще Цивилизацию По По Кошмарному Пути Брэдбери Помните Когда Маленькая Вещь Может Сослужить Такую Негативную Службу Вот Прежде Всего Это Второе Очень часто Оказывается Что То что Мне Например Представляется Ценным Если Я Это Подарю Оказывается Совершенно Немненужным И ничкемным Для Представителей Этих Цивилизаций Живущих Каменном Веке Даже Метал Но Нет В нем Нужды В этом Металле Потому Что Самодостаточна Иррациональна Эта Цивилизация И они Не достигли Наших Высот Или Низим Пока Не говорю На эту Тему Потому Что Нет Нужды В этом А В чем Нужда Если Вы чувствовали Свою Нужность Да В определенных В определенных Вещах В каких Методах Врачевания Совсем Не обязательно Предположим Традиции Классических Как бы Потому что Масса Культур Народности И стран Где существуют Там народные Традиционные Разные Способы Вот Если этот способ Я внедряю То Я должен Отвечать Обязательно О том Что это Безопасный Способ Вот На 100% Безопасный Если что-то Может быть На 100% Это Самые лучшие Подарки Естественно Замечательные Подарки Если Навыком Самообороны Ты Обучил Кого-то Да Не Люди Могут подумать Вот Каннибалов Да Была Одна из Публикаций Сундаков Научил Каннибалов Рукопашному Боя Называлось То ли В литературке То ли В московском Само Симпом Например Плавать Да Если эти люди Не умели Плавать Бывало Такое А детей Например Играть В лапту Или Городки Представляете Все Племя Увлеклось Этой игрой И не только Дети А воины И охотники Которым Это Показалось Чрезвычайно Интересным Всякий раз Изготовив Причем Какие-то Спортивные Снаряды Или тренажеры Да Вместе С ними И с того Что было Под рукой Вот это Всегда Приятно И абсолютно Безвредно Как вы понимаете Скажите У вас есть школа А есть ли у вас Последователи В том смысле В котором Это люди Которые Именно следуют вам Ну это Да Конечно Это инструкторский состав Прежде всего Школа выживания Инструкторский Преподавательский состав Если мы Если мы говорим О методах О системах О навыках О знаниях Да Если мы говорим О движении Путешествиях Экспедициях Да То я Никого Бы не назвал Своим Последователем В этом смысле Сегодня Однозначно Хотя появляется Публикация Об учениках Сундакова Именно в этом Направлении Нет В других Направлениях Есть такие люди В этом нет А почему Ну Во-первых Самое главное Потому что Требуется отдельный Разговор на тему Что такое Путешественник Вообще Да Вдумайтесь Путешественник Человек Шествующий По пути И недостаточно Пересекать Территориальные Границы Открывать Визу Новую В паспорте Фотографировать Какие-то Объекты Получать Определенные Впечатления И называть себя При этом Путешественником Чем определяется Профессионализм Путешественника Количеством Стран Количеством Километров Которые он преодолел Средствами Которые он затратил На это Или что Да нет И не первое И не второе И не третье Даосы Очень хорошо Говорили по этому поводу Что лучше всех Путешествует Тот кто путешествует Не сходя с места Если есть возможность Путешествовать Не сходя с места Осуществи это И ты можешь быть Путешественником Уже и в этой ситуации Можно путешествовать Во времени Можно путешествовать Социально Вот знаете Рядом с нами живут удивительные народности и сообщества Люди, не имеющие к криминальным средам никакого отношения Вообще не знакомы с этим миром И воспринимают его однозначно Или романтично, или негативно на 100% Не зная этого мира, не зная его правил, законов, людей Которые существуют и существуют по-разному Мир бомжей, мир ученых, мир художников Мир богемы, элиты какой-то Другого, третьего, четвертого, пятого сообщества, которые здесь рядом с тобой А мир стариков, а мир детей Вот попробуйте стать путешественником Проведите какое-то количество времени с детьми Вот придите в детский сад, пообъяснитесь с директором и воспитателем И посуществуйте на правах одного из детей в младшей группе Играйте с ними, удастся вам это осуществить? Это очень трудно взрослому Хотя, казалось бы, странно, он же был ребенком и должен понимать этот мир И дети все-таки быстрее воспринимать Вот это уже путешествие Тогда ты, может быть, будешь готов и встретиться с представителями колыбельных цивилизаций Как я называю, именно по этой причине Скажите, а ваш сын, вот насколько мне известно, он же был победителем вот этого Робинзоната Робинзоната, да Он не является последовательным в том смысле, в котором мы... Но он является сыном, поэтому... То есть вы его не отпустите поближе к племени Ну, вы думаете, он меня будет спрашивать, что ли? И он может посоветоваться со мной Но никогда вопрос не стоит у нас в доме между отцом и сыном о том, можно или нельзя Отпущу ли я не отпущу Мне звонят с пионерской правды и говорят, можно Влада, когда он был маленьким совсем Я говорю, сейчас, минутку И начинаю его звать Обнаружится, что его нет дома и нет уже три дня И он уехал там в Прибалтику, а это 9 лет ребенку А вы совершенно случайно узнаете Да, я вдруг обнаружил, что... И это нормально, да? Это нормально совершенно И он с 6 лет вообще на самолете и поезде сам ездит Ну, как сам, мы его к кому-то пристегиваем В смысле, не к родным и близким даже А к людям, войдя в купе, когда ты просишь присмотреть, так, на всякий случай Очень самостоятельно всегда Мы, все знакомые наши общие друзья, говорят, что это маленький старичок у нас такой Но сегодня это взрослый парень, он служит в армии Скажите, а главный принцип воспитания, вот по-вашему? Ой, вы знаете, существует много всяких принципов воспитания Главный, и для вас? Равность Вот равность И возможность учиться у этого человека, который является твоим сыном, дочкой Учиться тому, что умеет, понимает, думает Вот совместное существование, совместный воспитатель Вот смотрите, мы воспитываем ребенка, да? При этом сами, не имея стажа, у нас только появился ребенок Мы не имеем стажа воспитателей И уже начинаем воспитывать, будучи непрофессионалами Патриархальная семья рассыпалась, опыт передавался раньше Вот у нас одинаковый стаж У него в качестве ребенка перед родителями А у родителей в качестве педагогов и родителей по отношению к ребенку Мы учимся быть родителями по отношению к нему Он учится быть нашим сыном или дочерью Скажите, а вот кого можно назвать учителем для вас? Прежде всего природа, одиночество Старики, дети Прежде всего А вообще нет человека, у которого нельзя чему-то поучиться Можно экспедицию в человека совершать И это очень увлекательная экспедиция У меня когда появляются новые знакомые из самых разных сфер Мне говорят, как же ты умеешь слушать? Я говорю, да я не делаю вещи, что я слушаю Я действительно загружаюсь Для меня удивительный мир, о котором я не имел ни малейшего представления Мир это кино, или мир это медицина, или мир боевых искусств Ну не знаю Любой мир, в который я вшагивал И если он мне становился интересным Он всегда интересен, если ты начинаешь интересоваться этим миром Скажите, а чему вы хотите научиться вот сейчас? Все время, больше всего хочу научиться терпению Очень часто не хватает терпения, да? А чему хочу научиться сейчас? Научиться, учиться эффективнее, чем я это делаю до сегодняшнего времени Ваш самый главный недостаток? Главный недостаток Это не потому, что у меня их нет Это потому, что у меня их много Я просто пытаюсь приоритеты обнаружить Но я не умею слушать, если мне не интересно Самый главный недостаток, я не пишу маме Или пишу, делаю это очень редко И я все время по этому поводу страдаю И, казалось бы, чего проще, сядь и напиши Но искусственно создавать Мама, у меня все хорошо, я жив, здоров, как дела, привет Тем, что там В общем-то, наверное, этого мама и ждет Но это вот та самая нецелесообразность удерживает И мне все время стыдно Да, пожалуй, вот это главное Что у меня не хватает времени на друзей Это тоже всегда не хватает Хотя общение происходит всегда И вот даже этим случаем я воспользуюсь Если хоть один человек в нашей сегодняшней аудитории есть Который звонил, писал, передавал через газету или журнал Письма для меня, не получил ответа Это не значит, что я не читал этого письма И не значит, что я пренебрегаю этими вещами Но если есть возможность Необходимость крайняя Я стараюсь найти эту возможность Если я могу передать это специалисту Сфера которого касается это письмо Я это делаю всегда Но извиниться я все равно должен перед людьми Что на все, конечно И я, вы знаете, даже Биль, собственно, написал Биль Сундакова о личных правах Я запретил себе мужественно дружить, например Мужественно именно? Мужественно дружить Но когда уже дружба стала в тягость В обязанность, да? А вот ты считаешь, что необходимо Да нет никаких необходимостей Люди сходятся, расходятся, встречаются Тогда, когда это нужно И настолько, насколько это нужно Не нужны мы больше друг другу в этой жизни Ну, значит, следующий Если понадобимся, то встретимся Поэтому и жалеть ни о чем никогда не нужно И жить прошлым Да, воспоминаниями можно Для того, чтобы опираться на опыт Но не больше того Настоящим Попробовать жить настоящим Тактильность ощутить Запах ощутить Движение воздуха Мир вокруг себя Мы или в прошлом, или в будущем Или в прошлом Вот воскресенье придет, понедельник Завтра Новый год Зарплата, не знаю что Или прошлое Вот было, вот было Да вот сегодняшним днем И не вот тем миром, который внешний Да какое мне дело Кто там, что там Какие законы Где и как Прежде всего Я свои законы должен понять Что я люблю и ненавижу Что мне нравится Что я хочу, чтобы появилось в моей жизни Куда я стремлюсь Кого я люблю И что я делаю для этих людей И так далее Виталий, а куда вы стремитесь Вообще чуть-чуть о будущем По связи с экспедициями и путешествиями Или вообще Вы, может быть это будет экспедиция Может быть это будет музей Музей, конечно Потому что это итог экспедиции Многих И количество должно переходить в качество По целому ряду позиций и направлений В частности музей В публикации У меня две книги написаны И мне некогда заняться Работой с издателями По изданию этих книг Одна называется Инструкция по технической эксплуатации жизни А вторая Исповедь профессионального авантюриста Кстати То есть нужно писать Нужно ездить Нельзя останавливаться обязательно Нужно продолжать этим заниматься Чтобы не уподобиться Вот тому охотнику Который 99 медведей убил Создавать музей Участвовать в деятельности школы А я сегодня все менее и менее Участвую в этом Потому что есть люди Которые делают это Лучше меня По ряду направлений И дисциплин Сегодня И так далее Виталий скажите А есть ли места В которые Вы хотели бы вернуться? Да почти все места Где я был Я хочу туда вернуться Но не вернусь Потому что есть места Где я еще не был И именно туда Вы стремитесь, да? Да И если не секрет Что, так сказать Какие места Сейчас определены Для Ваших дальнейших Может быть путешествий Экспедиции Да Я планирую одновременно Несколько экспедиций Всякий раз И двигаю их одновременно Одни тормозят По бюрократическим причинам Другие по финансовым Третьи по организационным Четвертые по климату Или по срокам времени Пятые по политическим Да, потому что В стране В той может быть Политическая ситуация Неэффективная Для этой экспедиции И вот в числе таких Параллельно готовится Ряд зарубежных И ряд отечественных экспедиций Из отечественных Ближайшие Это Якутия Громадный регион И целый ряд тем Связанных с этим регионом Из зарубежных Это Тибет И Карибский бассейн Из тех Что продвинуты Наиболее далеко И должны осуществиться В ближайшее время Вот Потому что я еще не обработал Три экспедиции Материалы Трех предыдущих экспедиций И дай бог Найти на это время Спасибо вам большое Я специально задала этот вопрос Потому что надеюсь Что и наша студия Станет тем местом Которое бы вы Хотели бы вернуться Да, при единственном условии Если это интересно людям Только единственное Я думаю, что да Это наверняка интересно Но, к сожалению, наше время В прямом эфире подошло к концу Мы очень признательны Нашему сегодняшнему гостю Сегодня в нашей студии Был Виталий Сундаков Профессиональный путешественник Если говорить коротко Всего вам доброго До свидания Спасибо вам за то, что вы нас слушали Всего доброго Спасибо вам за субтитры Алексею Дубровскому